Отсутствие плохоты и мининизация обработок почвы несет не только положительные моменты. Иногда возникают трудные, связанные с фитосанитарной обстановкой и минеральным питанием. Мининизировать эти проблемы призвана система защиты растений и подкормок с помощью экологически чистых, жидких, удобрительных, стимулирующих составов, жуз, уходящих в систему органического семиделия и садоводства виноградовства. В системе наутил образуется большое количество растительных остатков. Это не только накопление органики, влаги, защиты корней и почвы от перегрева, но и возможное накопление фитопатогенов. Следующая проблема, возникающая от большого количества растительных остатков, может стать обеднение почвы доступным азотом. Возникает тем, что целозу разрушители своей жизнедеятельности его используют в большом количестве. Чтобы растительные остатки не вырывали азот из почвы, не являлись источниками инфекции, мы можем предложить программу по превращению их в полезные элементы. Для разрушения растительных остатков и снижения инфекционного фона имеется жуз-БМ, в смеси жуз-УМИКС. Это грибы, которые входят в его состав, не поглощают большое количество азота для выполнения этого процесса. Его можно применять как по севу культуры, так и по сходам культурных растений. У нас в этом имеется практика, когда по сходам кшеницы мы применяем деструкторы. И в этом случае они не только разлокатывают растительные остатки, но и разделяют гиперлины и ауксины, которые являются ростовыми веществами. Это тоже факт многим известен, но для вас ничего нового не сказал. Для борьбы с комплексом патогенов культурных растений, включая такие сложные, как фузалиум, альтернавия, кибелина, ризоктония, ксандамона, сырвиния и других грибных и бактериальных возбудителей, по которым нет эффективных химических фруксистидов. Системы НОИТИЛ можно использовать ЖУС-Аргентум-Агро и ЖУС-Аргентум-ДО. Это препараты, которые содержат ионную форму серебра и меди, то есть ионную, более активную. Применяются они в смеси с ЖУС-Аргентум-Микс. Хотелось бы здесь обратить внимание, что вам известно, что часто химические фунгициды выделяют большое количество этилена, что приводит к преждевременному старению растений. Серебро как раз вместе с ГУМИКСом блокирует выделение этилена, а растения дольше остаются зелеными. Следующей положительной частью этого является то, что патогены как раз гибнут в концентрацию 0,01-0,02 ионного серебра. Этой концентрации для них хватает. А вот, например, псевдомоносфоресенс, который вам известен больше как резоплан, или пацелис-суптилис, они как раз удерживают концентрацию 0,03-0,04. Трихотерма немножко послабее концентрация 0,025-0,03, но все-таки они быстрее начинают расти. И вот мы сталкивались с курсовом районе вашего края, с проблемой гибелина. Значит, как с ней лечиться, лечить по нашей системе. Вначале вносится жусаргентум авра с ГУМИКСом. Это, как правило, фаза кущей, начало выхода в трубку. Через 10-12 дней нужно не внести микроорганизмы полезные. Для чего это делается? Дело в том, что в концентрации 0,03 жусаргентумагра с ГУМИКСом практически полностью вычищает всю микрофлору. И чтобы здесь не заселиться снова другие патогены, такие как, к примеру, пикиум, который быстрее начинает расти, и другие, в этом случае нужно внести полезную микрофлору, и она уже сможет защитить наше растение от дальнейшего проявления гибелины и других патогенных грибов. Следующая проблема, особенно на почвах, где PH выше 7,5, может образоваться корка. Многие в восточной части вашего края с этим знакомы. С этим знакомы и в Крыму, и в других регионах. Юго-восток Ростовской области с этим часто используются. Так вот, в этом случае эту проблему может решить жус-макро и жус-калифоз. Что здесь происходит? Его используют в качестве листовых подкормок. Что здесь происходит? Дело в том, что вам всем известен закон ОСМОС. Это движение раствора в сторону большей концентрации. Когда активные формы азота, фосфора и калия попадают в лист, в клетке повышается концентрация этих макроэлементов. После чего в клетке начинают пропасть ткани, ткани из листа, листы, стебли, стебель из корня, и начинают активнее работать. К тому же, то же самое касается жус-калифоз. Его отличие от макро, в нем нет азота. К тому же, идет повышение коэффициента полезного действия усвоенности, имеющихся удобрений и азота фосфора и калия, находящихся в почве. Вы помните, что на азоте ККП это 30-34%, на фосфоре 20-25%, на акалии 35-40%. У нас до 60% поднимается коэффициент полезного действия. Для стимуляции роста корней и наземной части в системе наутил рекомендуется использовать жус-гумикс, жус-комплексный. Но жус-комплексный также содержит активные формы макроэлементов, 9 мезо- и микроэлементов. И также жус-гумикс. Про него хотелось бы сказать, что это не просто гумат. Это, ну, если сравнить, к примеру, кукурузник, это какой-нибудь там порошковидный гумат. У нас это истребитель пятого поколения. Потому что он содержит 3-м бурел-масляную кислоту. Всем вам он известен как корневин. Фольевую кислоту, ну, для роста листа. Гуминовые, фольво-аминокислоты, другие органические кислоты. Также туда входит целин, активные макроэлементы в органической форме. Кроме того, в состав его входят продукты железнодельницы калифорнийских червей и симбиотных грибов. А также следующие биологически активные вещества. Цитокинины, которые нам помогают делиться клетки, замедляют исцеление. Гиберлины, которые, как известно, нужны нам для роста листа. И ауксидные, которые нужны для роста корней и генеративных органов. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что применение жусса в системе наутил помогает повышать преобразовательность и рентабельность производства, повышать КПД минеральных удобрений, стержать затраты при выращивании экологически чистой продукции. Еще раз напомню, что применяя жусса агентомагры, мы можем либо минимизировать применение химических фунгицидов, либо вообще отказаться. Проще всего это будет видно на ячмене, по той причине, что там нет грибов, которые ползают полтовые тела. Вот так, сравнение. Благодарю за внимание, если есть вопросы, я готов ответить. Вопросы есть, Андрей Аркадьевич? Андрей Аркадьевич, спасибо.